К сожалению, несмотря на интенсивное разрушение льда, жители города Ладьевстока продолжают выходить для рыбалки на ледовое поле. Последние дни у нас произошло на территории города Ладьевстока несколько таких случаев, когда оперативные службы вынуждены были реагировать для спасения людей. Это на территории минного городка дети у нас провалились под лед, и только благодаря счастливой случайности и мужеству женщины, которая оказалась рядом, были спасены и не произошла трагедия. 18 марта на территории побережья села Берегового под лед провалились 4 человека. Сложность возникла в спасении двух из них, в результате существенное переохлаждение. Своевременно были предоставлены теплые помещения или отогрева, только это позволило избежать трагедии. И совершенно свежий случай, это вчера на территории села Берегового, где еще сохраняются остатки ледового поля, провалились 2 человека. Сложность в спасении, опять же, переохлаждение, скорая помощь. Все это достаточно тревожные сигналы, которые говорят о том, что не все случаи одинаково хорошо заканчиваются. К сожалению, службы спасения города Ладьевстока рассредоточены по всему побережью. И время прибытия до удаленных ледовых точек может составлять и более 30 минут. Продержаться более 30 минут в холодной воде, это не каждому человеку дано. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям города Ладьевстока. Пожалуйста, перейдите на рыбалку с берега. На сегодняшний день все еще действует постановление администрации города Ладьевстока от 9 декабря 2022 года, номер 3043, о запрете выхода на ледовое поле до 31 декабря 2022 года и с 1 марта 2023 года. Это не только административное правонарушение. Это прямая угроза вашей жизни. Продолжение следует...